Телевизионная воскресная школа В этом прекрасном и удивительном мире православия В нашей сегодняшней программе Мы традиционно постараемся ответить на Часть вопросов, поступающих в наш адрес Поговорим об удивительном событии Произошедшем у нас в Вологодской пархе В городе Вологде Об обретении Святогоровой иконы Божией Матери Совсем недавно в городе Вологде Произошло удивительное событие Была чудесным образом обретена Святогорова икона Божией Матери Об этом событии мы попросим рассказать Протерея Алексея Сорокина в нашей рубрике Светочи Вологодчины Добрый день, дорогие телезрители Уходящий 2012 год Богат для нашей епархии Воспоминаниями очень значимых Юбилейных событий Можно вспомнить 600-летие со дня Представления преподобного Сергия Нуромского Вспомнить Мученическую кончину Святого Ефросина Синезерского Пострадавшего 400 лет назад Поговорили мы о трудах и подвигах Преподобного Иосифа Заникиевского Святого, подвязавшегося недалеко от города Вологды И, конечно, вместе со всей церковью Мы молитвенно почитали Событие, связанное с избавлением Нашего Отечества От последствий смутного времени 400 лет со дня изгнания поляков и литовцев Из Московского Кремля Которая совершилась по чудесному заступлению Пресвятой Богородицы после молитвы Народного ополчения пред ее Казанской иконой Интересно, что и в нашей епархии Произошло удивительное событие, связанное С этой же иконой Которая явилась нам После многих лет забвения И которая считалась Совершенно утраченной В годы безбожного богоборчества Речь идет о Святогоровой Казанской иконе Пресвятой Богородицы Которая считалась утраченной А в этом году была торжественно Явлена всему православному народу Вологодской земли В праздник Успения Пресвятой Богородицы В свое время эта икона была написана По повелению Пресвятой Богородицы В 1666 году Матерь Божия явилась на хануне Праздника Святой Пасхи Одному благочестивому человеку По имени Евсевий Жившему в тогдашнем Грязовецком уезде И повелела ему проповедовать О необходимости почитать отцов духовных Соблюдать благочестивое установление церкви Пост в среду и пятницу И повелела ему рассказать об этом Всем окружавшим его людям Евсевий убоялся этого повеления И побывав на пасхальном богослужении Ни слова не сказал о том, что видел и слышал И вернувшись домой после этого торжественного Праздничного богослужения Он был вразумлен Он пал на землю и лежал, как пишет сказание Аки мертв И во время этого состояния Матерь Божия вновь явилась ему Укорив его за малодушие Он исполнил повеление Божией Матери В тот же вечер, придя к пасхальной вечерне Сказав о том, что Матерь Божия сказала написать ему икону И поставить ее в часовню Для того, чтобы ее повеление Было связано с написанием Новой иконы Люди исполнили это повеление И во время молебна Перед новонаписанной святыней Произошло первое чудо исцеления Рука Евсевия, которая присохла к телу После того, как он был наказан Богородицей Вновь стала живой Вновь стала двигаться Впоследствии и другой человек Был исцелен молитвами Пресвятой Богородицы И он получил от нее повеление Построить храм на Святой Горе Что также было исполнено впоследствии Благочестивыми жителями той местности И с того времени, с конца 17 века Икона, казанская икона Божьей Матери Стала именоваться Святогоровой По Святой Горе На которой был выстроен храм В честь Воскресения Христова Сотни людей приходили к ней впоследствии Получая исцеление Укрепляясь духовно И эта слава о иконе Широко распространялась И за пределами тогдашнего Грязовецкого уезда К ней приходили жители и Вологды И других местностей Вологодской губернии Но, казалось, с наступлением Новой эпохи в жизни церкви Благочестивые традиции Почитания Святыни Казалось, были безвозвратно утрачены Храм был закрыт Убранство уничтожено И люди были уверены в том Что икона пропала Но в народе сохранялось предание о том Что одна благочестивая женщина Смогла вынести эту икону из храма Но где она хранилась И сохранилась ли эта икона вообще Больше никто не знал Народное предание оказалось верным Икона не исчезла Она была сохранена И была передана в свое время Дочерьми этой благочестивой женщины Наш Лазаревский храм Где она хранилась до нынешнего года Сейчас я вам покажу Оказывается, с 1974 года Эта икона находилась в Лазаревском храме И последние десятилетия своей истории Она была в алтаре В укромном месте Там, где обычно находятся алтарники Пономари Над умывальником Вот на том самом месте И сейчас находится другой образ Образ коронования Пресвятой Богородицы Именно здесь десятилетиями Находилась та святыня Под которой молились многие И многие поколения влагжан Как получилось так Что одна из тех икон Которые хранятся в алтаре Открылась Во время ремонта алтаря Когда все иконы были сняты со стен Было обращено внимание на то Что одна из них Очень похожа на фотографию Дореволюционной святыни Раздобыл книгу С описанием Светогоровой иконы Изданную до революции В городе Вологде И удивительное дело Все то Описание иконы Которая в этой книге Поминалась Оно совпало На сто процентов С тем Что находилось у нас в руках Но полной уверенности не было И поэтому мы обратились Для утверждения Окончательного Для исследования В реставрационный центр Имени академика Грабаря И там Во время Рентгенографического исследования Была обнаружена надпись Записанная Позднейшими Слоями записи Когда запись Расчистили И прочитали То Там была написана Часть Сказания О явлении Светогоровой Казанской иконы Пресвятой Богородицы Можно сказать Что икона Сама О себе Рассказала Сама подтвердила Свою подлинность А значит Тем самым Подвигла нас К мысли о том Что Произошло И Что Нам делать Как воспринимать Это явление Любое явление Святыни В жизни церкви Всегда Вызывает вопрос А для чего Это произошло Как нам воспринимать Это яркое событие Если мы Посмотрим Сказание О явлении Святогоровой Казанской иконы То увидим Что она Явилась людям Тогда Когда Была очень Важна Необходимость Укрепления Веры Людей Почитание Священнослужителей И Почитание Церковных Установлений То есть Она напоминает Нам о верности Заветам Церковной Жизни И вот Если мы Посмотрим На современную Жизнь Церкви На восприятие Жизни Церкви Обществом То увидим Что эти Советы Пресвятой Богородицы Они Актуальны Сейчас Сколько Мы видим Лжи И клеветы Которые Выливаются На священнослужителей Русской Православной Церкви Мы видим Что люди Думают Что они Могут Считать Себя Верующими Но В то же Время Совершенно Не соблюдать Заповеди Божии Это Сложный Путь Путь Жизни С Богом Путь Жизни В Церкви Но Если Исполнять Его Так Как Открыл Нам Сам Спаситель Так Как Сохраняет Церковь То Конечно На этом Пути У нас Есть Надежда На спасение И Помощницей И Предстательницей На этом Пути Завершая Нашу Сегодняшнюю Программу Мы предоставим Слово Протеерею Роману Лыбку Который Ответит На вопросы Поступающие В наш Адрес Рубрика О вере Жизни Здравствуйте Уважаемые Телезрители Добрый день Братья И сестры Со стороны Дежурного Наших Храма Поступил Вопрос По поводу Недоумений Некоторых Людей Или Точнее Личного Мнения По Написанию Записок Поминальных У нас практически В каждой семье Компьютер Принтер Люди Часто Подают записки Уже в такой форме Отпечатаны на принтере Ну вот У человека Который Этот образ Задавал Существует Ну-ка Своё личное мнение Что От руки Написанная записка Она благодатнее Она Богу Эти молитвы Дойдут быстрее Вот Вопрос Казалось бы С одной стороны Полусерьезный Я бы так сказал В общем Можно было бы От него отмахнуться Но Ведь Есть Некоторые Тут логика Нужно признать В этих размышлениях Какого рода В церкви Есть свои традиции Те церки Которые Издревле Складывались Постепенно Опытом Многих людей Их творчеством Их жизнью Это всё Срождалось Постепенно И укреплялось И закрепилось Есть Да Ведь Обычай Допустим Предпочтение Отдавать Именно свече А не Электролампочки Если уж Храм Это не лавка Древностей Это не музей Застывший Какой-то Это жизнь С Богом Здесь Она есть Сам Христос Наша жизнь Жизнь в избытке Поэтому Поэтому Цепляться Нас с современной свободой. Однако вопрос о записке, ну, он настолько, мне представляется, маловажным. Каким образом это запечатлено, имена наших близких, наших родных? Ну, для любителей уж тогда древности и ручного труда, давайте, можно вернуться еще и на скрижалях каменных, что ли, высекателях, или в деревянных дощицах, как это было в древности совсем. Напомню, что шариковая ручка – это не так давнее изобретение, когда гусиным пером писать, что ли, не знаю. Записка отпечатанная, скажу, как священник, имеет свои преимущества. Один, подчас, дьяконы, священники, они мучаются тем, что не могут разобрать то, какое именно написано. Не все, к сожалению, ведь мы обладаем с вами родным каллиграфическим почерком. Поэтому как раз, когда отпечатанное, очень удобно читать. Без всяких заминок служба идет, поминовение на службе. В этом есть резон. Я уж отдельно, можно сказать, понятно, что это исключение, но это и об этих людях надо вспомнить, которые ограничены в своих возможностях, которые не могут иначе, как на компьютере, набрать определенный текст. Но вот именно здесь важен не инструмент, а напомню сомневающимся еще раз, что компьютер – это инструмент, ничто иное. Так вот, важен не инструмент, ручкой ли мы пишем, на клавишках мы набираем через принтер, а чувство любви, сострадания к нашим близким, веры в то, что Господь принимает наши труды и наши ходатайства. А вот определять, что благодатно, что неблагодатно, а каким же это, извините, образом человек делает? А где же этот измеритель? И вообще, я скажу свое личное мнение, я вообще рекомендовал бы вам, уважаемые, вообще из лексикона вот это слово «благодатный» убрать. Чаще всего оно употребляется с таким контекстом, что это священников настораживает, какой-то раскольнический дух здесь присутствовать начинает, какое-то вот личностное, такое сугубо воспаленное восприятие происходящего. Здесь надо быть очень осторожными. Благодать Божию надо снискать своим постом и молитвой покаянием, вот, а определять таким образом, какая икона благодатнее или неблагодатнее. Ну, с нашей стороны это может быть очень непрометчиво. Ну, и напоследок хочу пожелать вам, уважаемые, чтобы поминовение ваших, ваших близких, оно выражалось не только в этих записках, вот, которые иногда часто, видишь, человек подал в церковную лавку и сразу же направился к выходу из территории храма. А помолиться самому-то, а участвовать в соборной-то молитве, как же нам вместе надо, необходимо. Поэтому по возможности, я понимаю, что не всегда позволяет время, условия жизни, тела, но стараться присутствовать на этой молитве. Ну, и, конечно, стараться во всем, в храме Божьем, если что-то кто-то делает не так, как нам кажется, постараться иметь терпение и не судить брата или сестру свою. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Мы хотим напомнить, что на предстоящей седмице в среду 28 ноября начинается длительный и ответственный период в течение церковного года. Этот период носит название Рождественского или, по-другому, Филиппова поста. Он продлится до праздника Рождества Христова. Этот пост является не самым строгим в течение церковного года, но, тем не менее, он очень важен для жизни каждого из нас. Поэтому мы желаем искренне, чтобы этот пост прошел с пользой для вашей души и тела. И не прощаемся с вами. В следующее воскресенье мы непременно будем ждать новой встречи в нашей телевизионной воскресной школе. Желаем мира и тепла в ваших домах и семьях. Да хранит вас Бог! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова